Привет, друзья! Сегодня мы будем слать смски на самодельный пейджер. Поясню для тех, кто не в курсе. Пейджер — это приемник для текстовых сообщений. В 90-х годах они были очень популярны, и на них можно было слать короткие сообщения через оператора. То есть нужно было с городского номера, сотовых же не было, набрать пейджинговую кампанию, сказать оператору номер абонента и проговорить само сообщение. Оператор его набирал и отсылал получателю. Ну и да, этим регулярно пользовались. И очень часто. Поначалу сообщения просто содержали обратный номер с просьбой перезвонить. Но позже начали уже отправлять длинные тексты. Если вы смотрели фильм «Крепкий орешек 2», то там Брюс Уиллис часто отвлекается на свой пейджер во время перестрелок. Позднее у людей появились GSM-сотовые телефоны с функцией отправки смс-сообщений. И пейджеры полностью вымерли. Собрав на макетной плате электронику и набросав простейший код приема сообщений, я получил первый вариант пейджера. Тут используется кириллический LCD-экран 2004. Он позволяет отображать длинные тексты смс на русском языке. И отослав сообщение с телефона, через некоторое время мы видим его на экране. Ну что, круто, уже работает. Вообще самым сложным в этом проекте оказалась не сборка электроники, а именно прошивка. В процессе ее написания я столкнулся с целым рядом проблем. Оказалось, что смски разных сотовых операторов приходят в разных кодировках, и их нужно было распознать и декодировать. Проверял симки, мегафон и МТС. С экраном также возникли проблемы. Не было библиотеки для работы с русскими символами, и ее пришлось написать, взяв за основу чужие библиотеки. Еще с кириллицей при работе на Ардуино возник большущий геморрой. Оказывается, русские символы в новых версиях IDE занимают 2 байта памяти, а латиница всего один. И поэтому все стандартные процедуры работы со строчками глючат. Также по мере расширения функционала прошивки и увеличения кода, я столкнулся с проблемой нехватки оперативной памяти у микроконтроллера Ардуино Нано. В итоге работать со строчками текста стало невозможно. Постоянно терялись символы, и возникали необъяснимые глюки. Помучившись с прошивкой пару дней, я принял кардинальное решение. Заменить платформу на Ардуино Мега. Ну и сразу использовать цветной сенсорный экран на 3,2 дюйма. Прошивку пришлось адаптировать под этот экран, но она тут завелась вообще без проблем и глюков. Сразу отображает на экране длинные русские смс. И еще остался вагон места. Экран представляет из себя Shield-модуль, который надевается поверх Ардуино Мега. И огромным плюсом является наличие встроенного в экран кардридера для microSD карты памяти. На нее как раз и будем сразу записывать все приходящие смс. Ну, чтобы они сохранились и не терялись. Подключил GSM-модуль к Меге и запитал это все. Добавил в код на запуск красивое отображение инициализации модема. А далее после запуска модема на экране отображается последняя записанная на флешку смс. Очередной тест отправки смс. И очередной глюк с потерей символов на приеме от модема. Но эта фиговина реально наконец уже заработала. Хоть и с небольшими ошибками. Снова лезу в прошивку исправить глюк. И заодно дорабатываю ее, подключая в работу сенсорный экран. Теперь при нажатии на левую сторону экрана показывается предыдущий смс. А если нажать на правую сторону, то листает смски вперед. В консоль также выводятся координаты моих нажатий. Ну, куда я пальцем тыкал. Поэтому это можно использовать для каких-нибудь экранных кнопок. Реально крутой экран с огромным функционалом. На нем даже еще и температурный датчик есть. Добавил в прошивку обработку команд. И теперь при отправке ключевого слова на экране будет отображаться картинка. Которая считывается с флешки. Ну, вот такая. Или вот такая. Ну, первое, что нашлось. Давайте пройдемся по компонентам. Для сборки пейджера понадобится платформа Arduino Mega 2560. Цветной сенсорный экран на 3,2 дюйма. GSM модуль SIM800L. Литиевый аккумулятор 18650. Кейс для него. Модуль зарядки. Повышающий преобразователь. Диод шотки и выключатель. Отдельного упоминания заслуживает GSM модуль SIM800L. Этот модуль, так же как и экран, является многофункциональным. Он позволяет не только работать с модемом на командном уровне, но также у него есть контакты для подключения динамика и микрофона. И это делает возможным использовать модуль для голосовых вызовов, звонков и разговора. Но у него есть особенность. Это высокие требования к питанию. Допустимый диапазон работы по напряжению составляет всего 1 вольт. От 3,4 до 4,4 вольта. При этом модуль может потреблять токи до 2 ампер. То есть модуль заточен для питания напрямую от литиевого аккумулятора. Поэтому мой выбор и пал на такое питание. Схема пейджера представляет из себя такой вид. И из-за того, что экран надевается поверх Arduino Mega, соединительных проводов тут минимум. И все достаточно просто. На канал передачи данных от Arduino к модему сделан делитель напряжения. В документации модема указан допустимый диапазон сигнального напряжения до 2,8 вольта. Поэтому нужно использовать любые два одинаковых резистора номиналом от 1 до 10 кОм. Чтобы понизить и разделить сигнальные 5 вольт Arduino в два раза. По питанию пейджера сделано кольцо. Тем самым пейджер будет работать как от USB порта MEG, так и от аккумулятора 18650. Для сборки цепи питания нужно перепаять резисторы R3 на модуле зарядки, уменьшив тем самым ток заряда аккумулятора. Я запаял резистор на 10 кОм, уменьшив тем самым зарядку аккумулятора до 100 мА. Но этого оказалось мало. Поэтому рекомендую паять резистор на 5 кОм. Тогда вы ограничите ток зарядки до 200 мА. И этого будет достаточно. Далее нужно отпаять разъем питания с MEG. Он мешает вынимать флешку и на его место отлично встанет выключатель. Компоновка пейджера будет следующая. Сверху расположится Ардуино и экран. Снизу аккумулятор. И в правом нижнем углу зарядка и GSM модуль. А повышающий преобразователь я запихаю между экраном и платой MEG. Готовим проект корпуса для пейджеров Sinkercut. Кстати, держите лайфхак. Чтобы катушка пластика не набирала влагу во время печати и простоя принтера. Ее можно вот так накрывать пакетом. И при печати это нисколько не мешает. Печатаем корпус. Ну да, гламурный розовый пластик. Но все равно это пристрелочный корпус с тонкими стенками и... ...на неполную высоту для примерки. Как обычно, с первого раза ничего не подошло. Не учел выступающий USB разъем. Печатаю второй пристрелочный корпус. Тут уже все отлично встало на свои места. Поэтому печатаю третий окончательный вариант корпуса уже черным пластиком. Зацените качество печати. Это 0,2 мм. Компоненты идеально подошли на свои места. И стойки крепления тоже совпали. Собираем и запаиваем цепь питания. При включении выключателя на модем подается питание. А повышающий преобразователь начинает выдавать заветные 5 вольт питания Ардуино. Для контроля направления тока на выход преобразователя запаиваю диод шотки. Выбираю диод с минимальным падением напряжения. У меня нашелся диод на 0,2 вольта. Спаял делитель на канал передачи данных. Ну и загоняем его в термоусадочку. Чтобы не демонтировать разъемы на Меге, запаиваю провода на обратную сторону платы. Ну и запаиваю все питание и собираю устройство целиком. Первая проверка цепи питания. Устанавливаем аккумулятор и включаем. Модем и Ардуино Мега включились. Теперь то же самое с экраном. Включаем. Экран включился. Модем тоже. Но вот инициализация не пошла. Данные от модема вообще не поступают. Флешка прочиталась. И на экране отобразилась последняя тестовая смска. Причина сбоя оказалась забавной. Маркировка на плате Меге заявляет, что 18-й пин это RX, а 19-й это TX. В то время как в документации они указаны наоборот. Ладно, меняем провода UART местами и у нас модем оживает. Извините за мат, это все T9, я такое не писал. Проверяем работу собранного пейджера. Отправка SMS. И через некоторое время она появляется на экране. Красота. Теперь закрепляем модули в корпусе и прикручиваем их на маленькие саморезы. Ну все, пейджер готов. Для проверки на нагрузку я попросил в сообществе кинуть сообщение на пейджер. Спасибо всем, кто откликнулся и прислал. Получил больше сотни разных смс. Из разных регионов страны. Первое было Удачи. Потом была Чечня на связи. Ну, это я не могу прочитать. Тут что-то не по-русски написано. Привет каналу Вольтник. Привет из Алтая. А это, видимо, робот писал. Еще анекдот кто-то прислал. Он разбился на несколько отдельных смс. Еще кинули много спама. Потом был Волгоград. Потом Курск. Просьба сделать ЧПУ-станок. Краснодар. Ну это вообще сложно. Сообщение про Мстителей. Привет из Карелии. Еще тест. Мисага от Тимкова Андрюхи. Которая должна попасть в ролик. Ну вот она попала. Питер. Хабаровск. Ну и многие другие. Еще раз спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу и прислал сообщение. Это помогло быстрее закончить проект и позволило отловить глюки и ошибки прошивки. По результатам теста она была снова значительно доработана. Ну все. Теперь вы можете слать мне смс-сообщение на номер, который вы видите на экране. Они придут на пейджер и запишутся на флешку. Поэтому не потеряются. Еще добавил в прошивку изображение 20 веселых картинок. Girl1, Girl2 и так до 20 девчонки. Можно слать смс с командой и на экране пейджера появится картинка, которая будет отображаться там около 30 секунд. В описании к этому видео, как обычно, будут ссылки на все комплектующие для самостоятельной сборки такого же пейджера. Поэтому вы без проблем сможете его повторить. Там же будет ссылка на прошивку и файлы для 3D-печати корпуса. Модуль SIM800L и экран реально оказались крутыми. И я планирую использовать их еще в своих будущих проектах. Поэтому не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Также приглашаю вас на свой сайт voltnik.ru. На нем в разделе самоделок уже накопилось много различных проектов с подробным описанием по их сборке. И вы можете повторить любой проект. А сегодня на этом все. Всем удачного дня и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!